Азарт Сибирь Азарт Сибирь Выставка посвящена его 80-летию На снимках известные политики, артисты и простые труженики села Увидеть экспозицию «Лебединая песня» можно до 2 апреля Художественный музей и музей-город активно готовятся к масштабной выставке «Азарт Сибирь-2017» В этом году организаторы обещают еще больше участников А это явно будет около 500 художников из Алтайского окраина, Новосибирска, Новокузнецка, Кемерово и других городов Открытие состоится 29 марта в выставочном зале на Ленина 111 Театр-студия «Другой», в которой все артисты не профессионалы Готовит благотворительный кабаре-концерт и спектакль по рассказам Чехова За два месяца репетиции участники проекта научились основам актерского мастерства, пластике и даже психологии Говорят, это помогает им победить комплексы и страхи Увидеть артиста в студии в деле можно будет 26 марта по адресу Пулзунова, 37 на территории Испички На прошедшей неделе в Барнауле было много концертов от классики до блюза Например, в Краевой филармонии выступила парижанка Шенна Уотерстоун Концертом в Барнауле певица открыла свой первый тур по России В чем особенность французского блюза, узнаете далее Блюзовая певица Шенна Уотерстоун свою музыкальную карьеру начала в 11 лет, во Флориде Позже участвовала в мюзикле в Нью-Йорке В совершеннолетнем возрасте переехала в Париж Любовь к блюзу, как говорит сама певица, появилась именно во Франции С гастролями объехала всю Америку и Европу Многие спрашивают, зачем я это делаю, ведь я молодая и могу петь в другом музыкальном стиле Да, конечно, у меня немного другой был опыт в прошлом Я начинала с госпела, исполняла джаз и много других вещей Блюз – это то, что я исполняла в последние 10 лет В Барнаул Шенна привезла двухчасовую программу Аншлаг в зале в репертуаре известные блюзовые композиции последнего столетия Sunshine of You Love, Dancing the Blues Away и другие Исполнитель признается, выступить в России – давняя мечта Это мой не первый визит в Россию Я была дважды в Москве, выступала на частных вечеринках для местной элиты Когда я приехала в Сибирь, рассказала людям о своих поездках в Москву Люди сказали мне – Москва – это не Россия Впереди у популярной певицы еще 10 городов, какие пока в секрете Известно, что гастрольный тур закончится уже не в России, а в Армении, в Ереване Там, к слову, она тоже выступит впервые Они поют на старо-латинском и учат ноты по древним рукописям А еще участники Екатеринбургской группы Floss Florum играют на уникальных средневековых инструментах Карельоне, Дудельзаке, Кимвалах и Механической Виоле Как его выпускникам консерватории играть в стиле блэк-метал И почему каждый концерт похож на апокалипсис В интервью рассказал основатель группы Александр Старков Ну, состав у нас очень разнообразный из самых разных музыкантов Кто-то с академическим консерваторским образованием Кто-то, например, наш чумной доктор Ударник Он всю жизнь ничего не играл, кроме самых экстремальных форм металла Он играл блэк-метал и дэд-метал больше 10 лет Вокалистка, она всю жизнь занималась эстрадным вокалом Но ей очень хотелось приблизиться к чему-то народному И вот когда она попала к нам, начала пробовать какие-то народные этнические манеры пения И вот тоже открыла для себя вот эту вот нишу средневековья и такого архаического пения Я окончил консерваторию как вокалист, учился там как пианист, потом с вокалом связался В процессе экспериментов я нашел какие-то новые формы, которые не применялись в средневековой аутентичной музыке И, допустим, опять-таки начал использовать какие-то экстремальные формы вокала Гроулинг и всяческий экстрим Вот, и все это смешалось в какую-то вот такую новую манеру И академическое сюда добавляется, такое вот с оперным оттенком, местами Ну, половина репертуара — это действительно средневековые какие-то мелодии А другая половина — это наша собственная музыка Потому что в последнее время нас очень тянет делать что-то принципиально новое Многое из нашего репертуара взято из итальянских, французских манускриптов Германских, вот, например, известный манускрипт песен багантов «Кодекс Буранус», который Орф еще использовал в своей кантате знаменитой Кармина Бурана Идея сделать программу, посвященную Босху, родилась чуть больше года назад Как раз в начале 2016-го, когда я вдруг узнал, что у Босха же 500 лет с года смерти Данный период оказался для нас самым таким актуальным, актуальной личностью И мы довольно глубоко ушли вот в этот его мир, соотнося его с нашим, современным Наиболее вдохновившим из его картин для нас является «Страшный суд» «Страшный суд» — это самый крупный его триптик, самый большой по размерам, самый масштабный И, в общем-то, вся идея концерта у нас сводится к идее апокалипсиса Это наш адский инфернальный орган Это основная работа здесь питерский мастер Павел Чилин А большинство других инструментов, да, я сделал сам Это, в общем-то, такая механическая средневековая гитара, виола Которая сделана по гравюре 15 века Но в том случае, в аутентичном варианте, на ней играли смычком, как на виола да гамбо Я сделал из нее такой механический агрегат с колесом Колесо, как у колесной лиры, тоже довольно распространенный инструмент И как русский, так и европейский Это когда за счет вращения колеса струна начинает вибрировать То есть он как функцию бесконечного смычка выполняет Получилась средневековая электрогитара механическая У нее есть акустический вариант звучания Вот, акустический, когда с щипком играется И как бы электрический, но в нашем случае механический, с дисторшеном Очень многое вдохновляет меня лично современной академической музыки Я в свое время очень увлекался такими композиторами, как Байдулина, Шнитке, Пендерецкий, Арва Пиарт И вот весь этот сон современных, таких вот вершин современного академического искусства И, в общем-то, тоже насытился этим в свое время И я думаю, что это тоже чувствуется в том, что мы делаем Расширенную версию интервью с Александром Старковым и с Флосфлором Смотрите в среду в эфире нашего телеканала И на сайте katun24.ru в рубрике «Персона» С вами была Анастасия Романова Увидимся ровно через неделю Редактор субтитров А.Семкин